Как раз сейчас мы находимся в музее Банка Абхазии и на этом стенде представлены все современные монеты, которые были выпущены Банком Абхазии. И как раз таки монета 75 лет победы. Можете на нее посмотреть. Очень интересное и достойное внимание монета. Снимок военного фотокорреспондента Семена Короткова «Скорбящая мать» облетел, наверное, весь мир. В кадре наша соотечественница Маруща Пачуля с портретом сына Алексея Аршба, который героически погиб на полях Великой Отечественной войны. Это легендарное фото взял за основу при создании монеты, посвященной 75-летию Великой Победы абхазский художник Батал Джапуа. Монета на самом деле очень интересная. На ней изображен снимок армейского фоторепортера Семена Короткова. Запечатлел момент, когда Маруща Пачуля, у нее сын без вести пропал, и он вручает ей этот снимок, она узнает его, своего сына. И весь трагизм и боль, во-первых, на фотографии изображен, и нашему автору тоже удалось именно на монете, что не так просто, на такой маленькой монете, динаметр 39 мм, изобразить весь трагизм этой ситуации. Поэтому, мне кажется, она правда трогает за живое. Именно эту монету Национальный банк Абхазии представил на 15-м международном конкурсе «Монетное созвездие-2021», рассказывает Леона Агарба. В числе конкурсантов – Национальные банки России, Латвии, Израиля, Польши и Венгрии. Это крупнейший конкурс памятных монет, единственный на территории России, и за все годы своего существования он уже стал одним из самых авторитетных в мире. То есть, в этом году в нем принимали участники из 22 стран мира. Это крупнейшие национальные банки и монетные дворы, такие как Артмин Франция, Пауэркоин Италия, Королевский монетный двор Австралии, Южной Африки, Лихтенштейна, Литвы и так далее. То есть, список достаточно внушительный. В списке лучших работ одного из главных нумизматических конкурсов – «И наша страна». По решению профессионального жюри монета Нацбанка Абхазии заняла второе место в номинации «Лучшее художественное решение». И наша монета, памятная монета «75 лет победы», ее автором является Батал Джапу, он автор большинства наших монет, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, заняла второе место в номинации «Лучшее художественное решение». Достаточно значимое достижение для нас, так как это очень престижный конкурс, профессиональное жюри и тот факт, что отметили нашу монету, является очень почетным и престижным для нас. Более того, как отмечает Леонагарба, участие главного банка Абхазии в международном конкурсе такого уровня – отличная возможность еще раз представить республику на международной арене. В целом, надо отметить, что вся деятельность Музематическая банка Абхазии, которая ведется, направлена на популяризацию нашей страны, нашей истории, нашей культуры, чтобы показать нас на международной арене. Так как политически это не всегда удается сделать, то именно благодаря этой деятельности Банк Абхазии выводит нас на международную арену. Абхазия продолжит участие в международном монетном конкурсе. Какой денежный знак Национального банка будет представлен здесь в 2022 году, пока сказать сложно. Но у главного банка страны уже есть интересные идеи.